Всем привет! Пару слов о предпринимателях, которых освободили от введения книги учета доходов на период карантина. Да, действительно, в начале недели была информация и были изменения в постановлении Кабмина. Предприниматели-единщиков, которые должны были начать введение книги учета доходов с 12 марта текущего года, на период действия карантина освободили от обязанности вписывать суммы дохода в книгу учета доходов. Но после окончания карантина, а точнее в течение трех месяцев с момента принятия решения о его прекращении, такие ФОПы должны будут обратиться в налоговую инспекцию и подать книгу на регистрацию. Причем, как написано в постановлении Кабмина, книга будет подаваться в заполненном виде. То есть, в нее нужно будет внести информацию о тех суммах дохода, которые ФОП получил в период действия карантина. Ну, три месяца – это достаточно много времени после окончания карантина для того, чтобы решить свою проблему с книгой. Еще хочу сказать пару слов об этой книге. В связи с новостью, которая появилась, опять начались обсуждения правил ведения книги учета доходов и раздувается информация, очень преувеличенные вещи говорят о том, что вам грозит, если вы не ведете книгу или не вписываете суммы дохода. Говорят о пятикратном штрафе от неприходованной суммы, от суммы, не записанной в книгу, или о штрафе в размере 100%. Ну, я хочу вам сказать, что пятикратного штрафа не существует уже. Уже скоро как год, как норма, точнее весь нормативный акт, указ президента Украины 1995 года, который этот пятикратный штраф предусматривал, этот указ президента был отменен в июне 2019 года. Нет уже пятикратных штрафов за неприходование вообще. Тем более, что применение этого штрафа по отношению к ФОПам за нарушение, связанное с книгой, вообще всегда было под вопросом. Штрафа в размере 100% от суммы тоже в законодательстве нет. Сегодня, если вы не ведете книгу или не зарегистрировали книгу, или нарушаете правила внесения информации в книгу, то есть отражение суммы дохода, максимум, что вам может угрожать, это штраф 510 гривен, согласно нормам Налогового кодекса Украины. И то под вопросом. Точно, что к вам могут применить, это штраф по статье 164.1 КОАП, кодекса об админправонарушениях, которая предусматривает смехотворный штраф от 85 до 170 гривен. Да, такое может быть действительно. Некоторые юристы, правда, еще пугают штрафом по статье 163.1 КОАП. Там штраф существенный, более существенный, от 1700 до 3400 гривен. Но я считаю, что эта статья, статья 163.1 КОАП, не имеет никакого отношения к ФОПам, к ведению книги учета доходов и к оприходованию самих сумм доходов предпринимателями. Ну вот такие санкции, они мало кого сегодня испугают. Я не призываю, конечно, нарушать закон, зарегистрировать, вести книгу не так и сложно, тем более, что по факту получается, что большинство предпринимателей заполняют эту книгу, то есть выносят суммы не тогда, когда этого требует закон, а скорее перед налоговой проверкой или там к концу года или за полгода, то есть тогда, когда у них появляется на это время. Ну и хочу еще напомнить, что в феврале текущего года, 20-го года, в Верховной Раде уже прошел первое чтение законопроект, которым предусмотрена отмену обязательного применения предпринимателями, единщиками книги учета доходов. Законопроект предусматривает, что книга может вести с теми, кто хочет ее вести, и кто не хочет, тот не ведет и не записывает доходы в такую книгу. Закон прошел первое чтение, пока на этом остановились, но я надеюсь, что соответствующий закон, этот законопроект или другой, все-таки будет принят. Пока хочу с вами попрощаться, скоро выйду на связь, либо я, либо моя коллега, будем вас информировать о тех новостях, нововведениях, которые появляются в практике ведения бизнеса в нынешних условиях. До свидания, спасибо вам за внимание.